Понедельник. Без четверти полдень. Кто-то спешит на деловую встречу. Мамочки с детьми отдыхают в тени увесистых деревьев в сквере уральских добровольцев. А совсем неподалеку мужчина с плакатом. Одиночный пикет, пусть и просто высказывание, но с расчетом на диалог. Рим Галимзянов обращается к губернатору. «Не дайте развалить завод», — гласит надпись на его плакате. Завод бурлит, жужжит. Стало известно о задержании нашего директора Заврохина Егора Александровича. Тут же мнение образовалось, что нужно выставить поддержку завода в целом, директора, обороны заказа в конце концов. Под письмом в поддержку исполнительного директора, обращенным Виктору Басаргину, подписались более 200 сотрудников завода. Это лишь одна смена, но о готовности выйти на улицы как один, говорят все 900 работников предприятия. Егор Заворухин был задержан в пятницу. Подозревается в злоупотреблении полномочиями. Уже в 15 часов в одном из цехов завода импровизированный митинг. Коллектив это взволновало. Я не помню, вот на своей памяти, работая 40 лет в заводе, 4-5 администраций последние сменились, и только при Егора Саныча завод вздохнул, начал работать. Получку начали получать вовремя, аванс вовремя, окончательный вовремя, заказы появились. Начали привлекать рабочих, и опять директор виноват. Я считаю, надо пригласить губернатора, его ведь три раза приглашали к нам, чтобы он пришел, посетил завод. Видеть, что люди работают, оборудование сохранено. Но чтобы он принял и помог решить, чтобы заводу дали возможность жить и работать дальше. Вот такие пожелания. Я считаю, все меня поддержат в этом. Руководство завода заверяет, выполнение текущих заказов происходит без проволочек, но под угрозой будущее предприятие. Арест исполнительного директора, конечно, скажется на доверие к компании со стороны потенциальных контрагентов, но в настоящее время завод работает в штатном режиме. Во всем разберется следствие и суд. Директор должен на этот период времени находиться у руля предприятия и выполнять непосредственно свои должностные обязанности. Пользу от того, что он сидит в СИЗО номер один, никому не будет. Александр Сентябов рассказывает, поскольку исполнение контрактов по производству комплектующих для зенитно-ракетных комплексов было гарантировано лично Егором Заворохиным, заказчик приостановил процедуру размещения заказа, в связи с чем завод приостанавливает набор рабочих на специальности, о которых говорилось ранее. Станислав Уланов, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».